Всем доброго времени суток. Сегодня решили с детишками провести небольшое такое занятие и попутно заснять, вдруг кому-то тоже будет немножко полезно. Просто спрашиваю, что такое мормышек. Ну, как-то решил все в кучку собрать и объяснить детишкам, что же это такое. И фильмы решили назвать «Вальшишком о мормышках». Что получится, посмотрим. Думаю бы, какая информация будет кому-то полезна, особенно начинающим, чтобы позволить избежать тех ошибок, которых владел я, потому что мне, в принципе, спрашивают не у кого-то было. Потом я уже стал пересекаться со знающими товарищами, которые стали мне подсказывать, рассказывать, где, что, как, какие проводки лучше делать, какой спиннинг лучше взять и тому подобное. За что, конечно, большое спасибо. У меня свое мнение, у кого-то свое мнение. То есть это не панацея. То, что я вам сейчас расскажу половину из того, что я расскажу, все это вы отлично знаете. Смысл. Никого-то там чему-то научить, никому-то там, не дай бог, чего-то там впарить. Купите у меня такую мормышку. Я просто своим ребятишкам расскажу, что такое мормышка, как я его понимаю. То есть я их подтолкнул в этом направлении. Как они будут дальше развиваться, это уже их дело. Сегодня хотелось бы поговорить непосредственно с чего начать. Спинники, катушки. Я буду рассказывать про свои. Но это, опять же, повторюсь, будет только мое видение. Я не какой-то там великий там спортсмен, там чемпион чего-то там по ловле, не знаю, там какого-нибудь года лупского, там семиполова, там шестипера или там лупоглаза в период вылета мухи ЦЦ. То есть, хотя я, конечно, в этом тоже спец. Ну, не буду. Не люблю хвастаться. Что знаю, расскажу, что не знаю. Кто-то подскажет, расскажет. Да, скажет. Вот так он плане. Я сегодня расскажу, покажу. Сделаем первый шаг с репетней. А они уже пускай там, так скажем, думают кто, что, как. Кому-то понравится этот литлон, кому-то не понравится. Я им расскажу, как я это вижу, как я к этому пришел, чего я там, как начинал, какие мормышки, чего. Расскажу о некоторых вещах, о которых обычно, ну, не любят, говорят, или не хотят. Я как-то выглядеть плохом, чтобы пошел, там, знаете, на рыбалку, да, и за рыбалку оставил 20 мормышек. Я бы сразу показал коробочку. Видали, да, у меня вот тут 5 мормышек. Я вот так вот весь мино-сезон. О! Врут. Ну, в таком плане. А дальше, как говорится, будем посмотреть. Ну что, сейчас, ребятишек, дождемся. Я вот пока кое-что приготовлю. Ну, надеюсь, может быть, кому-то... Сегодня поговорим о мормышинге, и с чего начнем, это спиннинг. То есть, спиннинг для мормышинга. То есть, мормышинг, это лога спиннингом на мормышечек. Что такое мормышечка, знаете, да? Это такой маленький крючок с таким маленьким грузом. Все в одном, два в одном. Значит, первое, что нужно, это спиннинг. Ну, во-первых, это снасть очень легкая. То есть, для того, чтобы закинуть мормышки, там, весом 0,3-0,4-0,5 грамма. Думайте, 0,5 грамма, да? То есть, большой спиннинг там какой-то, очень такой... Какой? Мощный. Он нам не нужен. То есть, в основном, в основном, спиннинги достаточно легкие. Ну, я про свои буду рассказывать. Там уже, смотрите, кто, чего, как. Кому-то понравится данная лизьба, или кому-то не понравится. Ну, говорю, что ловить можно все. Любому-любому. То, что там. Первый, что у нас, это вот такой спиннинг, кардуран. Значит, называется Black Bull. Это Black Bull. Как переводится? Черный. Черный. Бык. Да? Ну, хотя это так, маленький. Тестом он у нас до 9 грамм. И, в принципе, для мормышка он немножко тяжеловат. Ну, так просто хотелось попробовать, что это такое. Я вот так вот взял этот спиннинг, просто взял, что было в руках, и пошел. И в результате роль даже получилась. Там, на канале, если что, можно посмотреть видео. Вот, значит, спиннинг, во-первых, он легенький, да, достаточно. Он, скажем так, достаточно лапшистый. Спиннинг должен играть. То есть, когда вы мормышкой его не просто закинули и крутите, вы должны ее немножко поддевать. Когда вы так трещете, мормышка там внизу в воде играет, значит, речок там еще вас насажал, он там играет, и тем самым провоцирует на поклевку. Но, немножко это делом повалил. Он хотел, в принципе, что, да, 1,9 грамм. Он показался мне сильно тяжелым. Хотя, можете посмотреть, вот, какого я себя, да, что вы себе представляете. Крамм 20, ну, не 20, но вес только около 60. Потом, поэтому, да, почитал, поискал, что, где, и следующим спиннингом стал вот такой вот, эксом, компанией Айтак. То есть, это вот уже форелевый спиннинг. Для ловли форели есть два вида спиннингов. То есть, для прудовой форели, который живет в пруду, она такая, немножко вяленькая, такая, расслабленная, да, спиннинг такой вот, совсем обшиватый. А есть, это оливий спиннинг, так называемый. А есть стримовый, это спиннинг для ловли по ручьям. То есть, он немножко, да, пожестче, и немножко для другого. Вот это, вот это вот лапша. Видите? Это вот спиннинг для ловли именно в фореловой форели, Ария. Тест у него до 4 грамм, 0,4,4. То есть, больше 4 грамм им бросать нельзя. Представляете ли, сажать, что-то плюс 4 грамма. То есть, у крестик больше 4 грамм кинешь, можно сломать. Для него, соответственно, нужна и катушечка более, скажем так, легкая, да, желательно, чтобы грамм до 200. Чем он хорош? Он хорош именно в этой своей лапшеватой. То есть, вот, как лапша, да. Вы закидываете морожку, он, во-первых, хорошо кидает, да, легкие веса. Закидываете морожку, ну, кидает он, ну, граммовую морожку, ну, метр на 15 гуляет, в принципе, этого за глаза. Так как вся ловля, в основном, происходит где-то в прибрежной зоне. То есть, кидать на 50 метров таким спиннингом, смысла нет, да, зачем там чего-то за 50 метров так. Обычно это либо прибрежные, либо такие небольшие какие-то ручейки. Этот спиннинг я благополучно сломал. Но, я его тут подремонтировал, все лето отловил, и еще лето отловлю. То есть, все хотел еще одно колено заказать, что-то вот отловит, вовит кино. Но, в принципе, можно, как на спиннинг-пологу, тоже, ну, на канале там есть. Я на канале, если что, ссылочки оставлю, когда видео буду вот это делать. То есть, можете посмотреть, этот еще легче, еще, видите, какой. То есть, потом, летом, когда будем выходить, да, ну, двум-трем человекам я смогу тут дать, что-то чисто попробую, что это такое. Ну, после наших будущих, да, этих телескопов таких вот. Системетровых. Да, системетровых, еще все стеклопластики, которые полукилограмма весит. То есть, это, скажем так, я вот, он когда пришел, я так в руку взял, он мне, знаете, как-то это, в руку-то спрашивал, вообще, ё-моё, как у него вот так вот струя, да, он, во-первых, вяжет рыбу, и, во-вторых, он ее быстро утомляет. На мельницу, вот я цеплял, щукана на полтора килограмма, леска 0,12, мормушки, ни поводков, ничего. Единственная проблема, что я его просто не мог поднять, потому что у меня руки короткие, на камнях сидел под мостом. То есть, я просто не мог начинуться. Видео тоже есть, вот такие щуканчики до килограмма элементарно. То есть, выводятся, вытаскиваются, вот это вот, где у вас там накутывают лужи, там вот эти щуканчики мелкие, там, на этот спиннинг только, ну... Ну, блин, там их вообще, дядь Вова, это, проезжает, ну, этим, погрузчиком, вся щука на берег. То есть, они двигаются. Вот в таком плане. Ну, и последнее, это вот уже считается, так скажем так, вот такой спиннинг, тропара от компании Майджер Крафт, это, ну, как считается, вроде как. Эталон для ловли на мормышку, именно для мормышки. Он еще меньше. А? Он легче. Он мало того, что легче, и он тестом до трех грамм. Еще меньше. То есть, это 4 грамма, это 3 грамма. А то есть, это, да, а есть до двух грамм. То есть, больше двух грамм кидать нельзя. То есть, это вообще лапша. 100 граммового окуня гнет вот так в дугу. Но, 200-300 граммов окуня, то есть, выдаст кише вообще без проблем. Ну, до полукилограмма там можно ложиться на леску, но я там в катушке буду говорить, какая леска применяется. Тоже, в принципе, сейчас дам, посмотрите. То есть, это вообще вот такая пушинка. Я пока не с теми ничего не есть. То есть, это тоже достаточно легкие спинки такие, да, вот, и можно целый день там трясти, мормотряться вот таким вот. И все почти не чувствуются, и руки не устают. Да, и руки не устают. А тем более, если катушка, например, у меня, там, у меня, ничего, 192 грамма, есть там по 160 грамм катушки. То есть, вся снасть, там, 200-250 грамм. То есть, можно целый день спокойно ходить, ловить или ехать. И можно не только, например, там, в крайнем случае, да, можно там какую-то, не как-то, или балочку повесить, там, или ртушечку маленькую, там, какую-то. Ну, такие, в пределах теста, то есть, до трех граммов. Можно ловить, в принципе, без проблем. И вот, практически все лето, лето, осень, зима, весна, любое время года. Вот, прошлую зиму я всю зиму проездил на Беловское водохранилище, оно не замерзает там. Там вода теплая. Да, то есть, там, зимой окуня можно ловить без проблем. Там, в Кургуре, там, говорит, нам дочеребать. То есть, вот, это вот, что по спиннингам. То есть, спиннинг должен быть, чем легче, тем лучше. Желательно лапшистый, хотя, в последнее время, я посмотрел, ловит там, ну, у кого какой. То есть, я вам просто, вот, сейчас расскажу, покажу, где, как и что. А вы уж там будете потом, если, говорю, кому-то там понравится, как вы, да, ну, кому-то не понравится, вы будете уже сами, там, смотреть, там, меньше. Или, там, на рыбалку пойдем, я вот, каждому дам, там, будет у вас там по тому спиннинг. Вы попробуйте половить, как это, что это, или есть. Пару-дельных сезон. Да. То есть, в таком плане. Понятно? Да. Это вот, что касается, вот, непосредственно, соли спиннинг. Это у нас, сука, помните, да, мы ее уже отрели от Айка, да? Нет, да. А, идея фишера, это от Айвана не родила, посылка с призами. Так, сейчас по этим маленько, понятно, сейчас поговорим о кладушках. А это те рушаны, да? А? Те же саны. Да, вот это вот, это пришла последнюю, я просто сюда намотал уже. Лески. На одну леске, на другую вот шнур. То есть, буду пробовать с микроджигом ловить. Ну, а для микроджига потом, если и желание, потом с вами как-нибудь паркер. Подловим конкретно, там микроджиг, это отдельный вид ловли. То есть, достаточно такой популярный в последнее время, и достаточно, ну, результативный. То есть, тоже можно ловить практически любую рыбу, практически везде. Значит, здесь очень многие спорят, что же все-таки наматывать. Леску или шнур. То есть, я ловлю, у меня леска. Вот здесь у меня леска стоит гаммокацию 0,12. То есть, вот это весточки вроде, кажется, 0,12, а еще ловосинка, да, видите, она тонюшенькая. Но, но, вот вкупе, что работает спиннинг, самое главное, что я говорю, что он гибкий, как говорил, я же, да. Затем у нас получается, что работает фрикцион, фрикцион, я же покажу. Вот так. Вот, вот эта катушка, в принципе, я отрываю, отрывать. Вот это фрикцион. Вот он так настраивается, может натягивать, может растягивать. То есть, когда вы леску, сейчас, то есть, зачем он нужен, этот фрикцион? Леска, у нее небольшая разрывная нагрузка. То есть, там, здесь леска, то есть, она в 12, ну, нагрузка, ну, пускай там полтора килограмма на разрыв. То есть, большой рыбой, если взять, то бесполезно. Но, когда вы этот фрикцион настрой, как надо, когда, перед тем, как резко, вроде как, рваться уже, да, она, хоп, видите, что с ней происходит. Она стравливается с катушкой, но стравливается под нагрузкой. То есть, как вы тут отрегулируете. Затянули сильнее, нагрузка сильнее. И рыба, рыба, когда она находится на крючке, либо вот там, на мормышке, либо еще что-то такое. Во-первых, сопротивление вот этой удочки, упругость, да. Во-вторых, фрикцион, как я тебе говорю, не просто побежала, а рюкзак, часть кирпичами, там, или гирючек, ноги прицепили. Это вот то же самое. И то есть, вот это вот, вы вроде как крутите, да, еще, можно даже вот кто-то кино там посмотрит, увидит, что крутишь, а фрикцион в это время стропадает. То есть, не дает лески рваться. И получается, что вы, вроде как, рыбу утомляете много быстрее. И вот с использованием фрикциона, с использованием гибкого вот этого удилища, в принципе, можно, ну вот на такой легкий спиннинг, там, до 2, до 3, иногда там, до 5, по 6, по 7 килограмм выводят рыбу. То есть, здесь все уже зависит от мастерства, скажем так, ну и от удачи от рыбалона. Понятно, что если вы где-то на нашей речке, да, вы закинете, он в коряк, да, вы его тут не удачите. А если есть где место, например, погуляют, да, щуки тоже, нет никаких мест таких, чтобы это, вот так вот, наменится, умуте. Даже, это, смотри, вот такая лесочка, да, вот такая удочка, а там течение, видели, как вот, вот такое течение, там вот такую-то удочку даже. И вот щуку на полтора килограмма, в принципе, без проблемки. За счет, ну, приходится не так, сарков, закинул, раз, выйдем, вот это, да, все-таки приходится, мимо, без нестаться, с этой щупой поворотности. Что-нибудь так, что загрязываю. Можно использовать шнур, вот этот шнур сечением 0,04, это акмарский. Вот я вот две шпутки меня делаю, потому что у меня со шнуром, два с леской. То есть я вот как-то вовлю на леску. Она, с одной стороны, она более растяжимая, да, то есть, мариинкомортизирует, не сразу рубляет. Ну, хотя, с другой стороны, шнур меньше заметно, а с другой стороны, шнур, вроде, при таком же сечении, он, ну, как... Плотнее, да? Нет, две плотнее, он похудал, он покрепче, но он не эластичный. То есть, вот, леска, например, если он, там, 50 метров щука лески утащил, это же леска будет играть, да, то есть, растягивается. Ну, здесь, кому как, кто любит на леске, кто любит на шнуре, то есть, это вы сами уже там будете пробовать, и вы уже сами будете смотреть, кому, чего и как лучше. Кому, чему, там, если посмотришь, там, много очень специалистов, там, таких, там, чуйка там не та, вот я на шнуре закинул, да, и иду, и вот там чувствую, что там окунь стоит в двух метрах и моргает. Я, это удочка, я типа, чуйка, чуйка у меня такая, ну, я бы сразу скажу, вот, если вы только начали рыбачить, да, вы, ой, поклёвку даже, вот так, если, конечно, будет уже бить в руку, что-то дергаться, да, вы можете отличить, а вот лёгка, упаковка, вот, когда только-только касается, да, только втягивает, вы её от зацепы начнете отличить. Иногда просто, вот, вот, у тебя идёшь, идёшь, бас, что-то повисло, и сидишь и думаешь, что ли подсекать, кто ли подсекать, вроде, думаешь, сейчас подсечёшь, а в руку коряга, да, моргушку оставишь, а не подсечёшь рыбу, потом её выкнишь, то есть, а потом уже будете немножко порывачить, уже будете, как, ну, как, не то, что, там, чуйка у вас какая-то выработает, а будете уже понимать, где, когда, что, когда нужно подсечь, когда нет. Леска, вот, в принципе, если просто хотите попробовать, можно взять такую простую леску, вот, она, 0,10, 0,12, да, вот, здесь вот, 1,7 на килограммах, 0,10, 1,2 на разрыв. И, прям, берёте, вот, любую, там, свою катушку, берёте, 30 метров леска, поверху, на, прям, наматываете, и пробуете ловить. Понравилось, не понравилось, потому что, не знаю, вот, кому-то это и не надо будет, покупать, там, какую-то дорогую катушку, покупать дорогой спиннинг, и, чтобы попробовать, чтобы понять, что тебе это не надо. Вот, вот, вам будет проще, да, я, вот, вам могу этот спинник дать, вы можете попробовать потрясти, половить, и поймёте. У меня, вот, например, не было, никто здесь не ловит, не было, чтобы к кому-то пойти и спросить. У нас же рыбаков много здесь, да, приходишь, на чё ловишь, на рыбку, на какую, на резиновую, как, что это за рыбка, да, и спинки какие у вас там. Китайский телескоп такой, ну, телескопический, да, вот, это за 300 до 400, ну, катушку, так, метров 20. То есть, вам, вам, с одной стороны, будет попроще, то есть, мы взяли в руку, потрясли, посмотрели, а вот такой спиннинг, такой спиннинг, уже как-то это, потому что, кому-то помягче спиннинг нужен, да, вот, тропара, она хороша, например, для водоёмов, вот так, состоящей водой. То есть, она помягче, лучше работает, а вот для течения, вот, мне, например, комфортнее, с троп-тексом водой, потому что он пожёстче, и я проводку чувствую получше. Ну, это, все это индивидуально, то есть, для каждого, у вас, у каждого, у каждого, люди же разные, получается, один, например, да, вот, там, ты, например, скрипач, ты, у тебя руки, там, пальцы, чувствительные, ты можешь, там, вот, 0,10, от 0,12 лезть, вот так вот, да, А Ваня, потому что, молотобояс на заводе работает, у него, может, от всего, что меньше полкилограмма висит, это мормошь, да, то есть, люди разные, чтобы вот так, как-то их, нельзя же всех вот так, вот, раз вот, под одну гребенку. Кому-то нравится такая ловля, кому-то нравится такая, кто-то так чувствует, кто-то так чувствует, кто-то, там, есть такие спецы, знаете, О, у меня там, можно, катушка на 3 грамма легче весит, я, там, вот, в течение дня, там, меньше устал, ну, 3 грамма, ну, какая хрена, Ну, что-то, 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 эти 3 грамма поймешь, да, ну, что-то, вот, одна катушка у тебя будет, там, 195 грамм весит, другая, 193, и что ты, там, будешь это чувствовать, что-то? Нет, конечно. Ну, со мной-то, 192 грамма будет, там, не знаю, стоить, например, там, 10 тысяч, а 193 грамма будет стоить 5 тысяч, из одного грамма, там, что-то покупать, ну, это все зависит от качества, то есть, сами уже будете, там, все подбирать, что, где, как, куда, значит, вот, в таком плане. Ну, примерно понятно, но, единственное, что, все-таки, мормышка со спиннингом пошли, как-то, какой-то баланс составляет, то есть, если у вас спиннинг весит, там, 50 грамм, вы повесите катушку полкилограмма, то есть, понятно, что вы, там, умахаетесь, кстати, дай, вот, сейчас, чтобы, вот, сразу по балансу, как, как проверяется этот баланс в дешевле, что, как, как он, подходит такой, или не подходит такой, да нет, не надо, там, не надо, вот вы берете спиннинг, ставите катушку, да, потом, вот, где-то, вот, в этой области, вот так, на пальцах ложите, у вас воздушно лежать ровно, вот это, вот, практически, ну, близко к идеальному балансу, то есть, вы, когда берете спиннинг, да, у вас центр тяжести, вот здесь, вы можете целый день, там, он трясти, прибасить, рука у вас не устает, если у вас будет, вы берете спиннинг, он у вас валит вот так, то есть, это катушка сильно тяжелая, если вот так вот будет валить, вот это, да, то есть, спиннинг сильно тяжелый, а желательно, чтобы все-таки, вот, было где-то так, вот это вот сбалансированная снасть, и даже в магазин, когда придете, что-то там выбирать, будете выбирать катушку, не знаете, как, да, то есть, приезжаете, там, приходите со своим спиннингом, и примерно уже, ну, все равно, если что-то будете покупать, уже как-то, не просто почему, дать мне катушку, да, дать, но все равно, как-то, сейчас, это раньше было, а сейчас, вот, я, например, чем какую-то снасть, я сейчас взять, там, в интернет лезешь, там, ищешь, да, какие-то цены, где поменьше, где побольше, потому что одну ту же катушку можно купить, там, или один и тот же спиннинг, в двух разных магазинах, с разницей, там, тысяч, пять, шесть, это я вот, как камеру, когда заказывал, да, вот, на призовые, то есть, экшн-камеру вот эту, разница в шесть тысяч, два магазина, то есть, я на один магазин нарвался, я мог взять за шестнадцать тысяч, пять минут посидел, другие магазины показал, посмотрел, связной нашу, заказал, на шесть тысяч дешевле, еще и сюда привезли, бесплатно, то есть, есть разница? можно посмотреть, вот, примерно так, это, цель нашего занятия свиньей, вообще, нет, не сказать, что, если будет, мормышку ловить, только вот такой свиньей, только вот такую катушку, да, то есть, это то, непосредственно, что, я думал, там, медали лежат, медали, ага, то, непосредственно, что, на что ловят, я и полез смотреть, да, то есть, у меня вот, коробушки, в основном, мормышки, это, вот, от 0,4, 0,4, 0,5, 0,6 грамма, это, вот, основной тип, ну, далее, здесь, вот, есть, двух грамм, в принципе, больше не надо, вот эти мормышки, вот, они грамм, но они непосредственно больше, ну, по размерам больше, то есть, это, вот, где, например, там, течение побольше, еще что-то такое, вот, видите, уже готовая насадочка, то есть, вот это, вот, цепляется на эту леску, на спине, закидывается и ловится все, что есть в речке, начиная от карася, окончая щукой. Это искусственный? Это искусственный модель, ну, я по насадкам расскажу, то есть, в основном, вот, можно, можно, да, применять там, мормышки бывают там разные, это, вот, в принципе, вот этот, скажем так, шарообразная мормышка, вот, шарик, видите, она какая, сейчас я по кругу дам, вот она цепляется, вот, одна четвертая грамма, 0,4 грамма, то есть, ее хватает вполне, чтобы закинуть вот этим спиннингом, что он, так вот, лапшистый, да, ее хватает закидывать, ну, метров, если ветра нету, метров на десять, то есть, десять метров, да, это наши речки, вот, Штуур, это десять метров, в некоторых местах ты его два раза туда сюда можно перекидывать, в принципе, не проблема, да? Вот, смотрите, и вот, на этом будут, да, если, 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 если где-то, вот, например, на этом рыбачу, на том, на Беловского водохранилища, да, там все-таки немножко подачи кидать, там вот такую вот мормочку, до грамма. Могут быть абсолютно разные, абсолютно разных цветов, но в основном вот черные, зеленые могут быть, да, работают, свинцовые вот такие, либо вот такие вот просто светленькие, но на всякий случай иногда работают и яркие цвета, то есть вот такие вот яркие, которые, они как раздражающие, да, то есть окунь и ногу смотрят, взять, не взять, а вот перед ним начинает тилипаться такое что-то, такое яркое пятно какое-то, он просто взял и съел, на всякий случай, да, то есть, по идее, по идее, вот вы, если вы пошли на рыбалку, на рыбалку, вам, по идее, хватит вот такая вот коробушка, да, вот такая легенькая катушечка, легенький спиннин, все это в карманы рассовали, и поехали. Да это на шею можно, а? Да это на шею можно. Да, и все, наживка там, баночка, я потом покажу вот с этим, и вам ничего не надо, да, остальные 40 килограмм припасов у вас в багажнике. Нет, ну, в принципе, больше ничего не надо, вот одна эта, там, насадка, легкая снасть, я вот по весне сейчас только речки расставил, то есть каждый день практически, сладко, да, когда отставать, каждый день на час, на два вечером на речку, без проблем, пошел просто окуньков половину, окуньков, ельчики, там, уклейка, щуканы гады, но они обычно в мормышке живут, то есть там ручей виделись, да, там ручей 2 метра шириной, коряги, то есть там с такой снастью, с такой леской делать нечего, то есть там ей, если щука взяла, ей не погулять, ей ничего, вот такие вот мормышки вот маленькие, да, это вот на карася, летом карася ловил, специально ездил на змеевку, специально ловил, как бы это, это когда соревнования были, там это, по-моему, там тоже пробовал, там вообще вот такой вот рыбой, да, и верховодка, я вот еще сфотографировал, кружком выделил, как подписал, рыбой, чтоб ее видно хоть было, вот в таком плане, значит, мормышки вот так, не знаю, вот сейчас вот по весне, по весне, если кто-то, вот эти вот мормышки, например, да, это вот Константин, кемеровский мастер, вот он поехал, то есть под покраску, и потом разные цвета там лак у меня есть, покрашиваю и все, чтобы не заморачиваться, можно делать мормышки самому, то есть это будет намного дешевле, кричать и грузить, да, нет, вот как, например, вот кричать, то есть это вот я, это мормышки коммникадзе, то есть они специально сделаны на убой, то есть я знаю, что я их пооткрываю, вы приходите в незнакомое место, вы не знаете, какие там коряги, где, что, вот будете здесь эти видео смотреть, да, где-то, вот там какой-нибудь специалист сразу просто коробку достает красиво, там пять мормышек, там какие-то вальфрамовые, там какие-то скандибоберы, да, ой, да мне там пять мормышек на сезон мог, врет, потому что когда вот сейчас паводок пройдет, там будет столько этих всяких новых мест, новых коряг, потому что пока вы все это разрядите, да, можно потом, вот я, например, там, ближе к гостю не хожу, я знаю, где уже, какая горяга лежит, да, где куда можно кинуть, куда можно не кинуть, мне одной мормышки иногда хватает, там, на несколько рыбалок, но по весне, вот идешь, там оторвать за рыбалку десять мормышек, там это очень нечего, и если я буду покупать, там, эти десять мормышек, например, там, хотя бы по десять рублей, то есть пошел в рыбалок на сто рублей мормышек подрывал, оно как-то это, да, ну, очень достаточно накладно, а вот такие вот мормышки, это вот делаю сам, то есть это берешь, потом можно, в принципе, круглый грузил и зажимается, по половочкам дробинки есть, вот наборы, да, можно, можно, вот здесь некоторые, вот здесь некоторые, я делал просто, брал дробь обыкновенную, птичью пошел, прошил два патрона, да, дроби это высыпал, кусок полотна от ножовки, чуть-чуть пропилил, берешь крючок, вот зажигалка это, чуть нагрел, чуть согнул, вот тут разрез гробинки вставил, плоскоглубцами зажал, все, в крючах готова мормышка, то есть ее, у нее себестоимость, тут практически себестоимость крючка, и не надо там сразу какие-то крутые крючки, потому что брать там какие-то там бамака, и вовна, да, и знаешь, что ты там по корягам развесишь, пока не надо, то есть это вот простая вот эта вот, кто-то, не скорпион, по-моему, то есть там, не помню, сколько они стоят, ну, не такие уж они дорогие, и все, прицепил, пошел, вот я их почему и называю мормышки-камикадзе, потому что они сделаны специально на угоне, и вот по весне пока себе, да, по весне вот пока ходишь, пока к местам пристреляешься, да, в принципе, ну, штук по 50, ну, за день там 50, там, что же, штук 50 там оставить, как нечего делать, я тут по мормышкам тоже, да, вы можете в магазин там прийти, этих мормышек, посмотреть, там, кучу всяких разных, там, каких только нету, их там, и такие вот, и такие там, да, вот тут и медные могут быть там, вот такие, кстати, хорошо работают по ельцу и по уклейке, прицепляешь и ловишь углеечку, ельца, вот такие вот, ну, то есть, как-то похожие, да, вот эти вот побольше, да, это вот на течении, например, там, это как хоз, как и он, ну, то есть, тоже имитирует какую-то личинку, да, и вот, можно совершенно спокойно, имея вот такой вот наборчик, идти на рыбалку, ловить и не жужжать, так, приманками, с удилищами, с катушками, со спиннингами, с этим разобрать, да, сегодня, как я уже хотел вам сказать, что это, так, общая зарядка, чтобы вы немножко имели представление, что, а дальше уже можете там, кому-то что-то будет непонятно, потому что, в процессе, когда нарывалку, можете уже там спрашивать, будете пробовать, будете там, глядеть, что, где, как, ну, самое, наверное, интересное, это уже, вот, непосредственно самая приманка, да, вот, в принципе, да, вот на мормушку можно одевать вот такую, ну, это вот большевато, а если хвостик оторвать, вот так, да, то будет самое то, вот, запах, так, это важно, еще, да, еще, вот смотрите, например, кусок взяли этой резины какой-то, да, если она не эта, ну, кто-то ее там откусил, еще что-нибудь, берете просто, ножиком вот так вот на кусочки режете, и на эту нарезку, да, и на эту нарезку можно ловить, и вот с такой вот можно сделать 10 штучек, вот таких, червячков, и спокойно там 2-3 дня отловить, вот тут взял коробку с мормушками, взял вот такую, например, мотыль Беркли, ну, вот фирма Беркли, вот такой мотыль, вот, и видишь какой, вот такой кусочек, отрываешь, какую длинную тяну, да, вот, бак, типа, шоу-шоу-шоу-шоу, да, они это вот, ну, для рыбы с тракатами совсем, вот вы, видите, на мормушке, чем рыба активнее, чем рыба активнее, то есть можно покороче, вот я карасяла вообще вот так, отрывал, вот так вот цеплял, и все, этого хватало, то есть берете, цепляете, и спокойненько вывезти, то есть вот, это вот, сейчас вот уже зимой пришло, да, вот такую, одну банку, я в прошлом, позапрошлом году взял, и мне вот в одной банке практически на год хватило, то есть не постоянно же на нее только бачишь, да, а вот нацепил, и все, это, если вы помните, более-менее, ну, они могут иногда, знаете, на это вот, откусывают, или вот уклейка они любят, откусить, а так вот отдел, и все, это пойти поделят только вместе с мормушкой, и можешь вот так вот, одного мотыля одел, и может целый день ходить рыбачить, и навалить, да, и навалить кучу рыбы, и в принципе, не проблема, то есть одной такой банке, ее хватает достаточно много, здесь у меня тоже там всякие штучки, типа такие, а вот это вот, например, это вот та резина, о которой я вам говорил, это которую делают сами, это вот делают кемблерские мастера, вот они мне присылают, и вот на нее ловлю рыбу, то есть так же на мормушку одеваете, и все, сейчас я там, этот опарыш, тоже искусственный, то есть вот это, вот это, вот таких вот, да, теперь все искусственно, да? Так легче? Нет, вот это вот типси, это, ну, видите, она большеватая, да, то есть, и вот они, да, они вот всякие, всякие разные, то есть, видите, такие, то есть, в зависимости от этого, берешь, вот, взял там мормушку, взял там такую штучку-дрючку, вот так вот одеваешься, и все, больше ничего не надо, еще резину силикона вы уже можете, в принципе, вам хватит на микрополонию, да, то есть, это вот вы смотрели, я вам показывал, да, в принципе, вам тут, ну, можно этого силикона, видов, цветов, расцвета, здесь уже сами будете выбирать, хотя, в принципе, в принципе, да, для нормальной рыбалки вам будут мотыля-берки, хватит за глаза, можно вот что-то вот такое мелкое, вот такие вот, да, то есть, здесь, вот эту вот, я вам показывал, да, в принципе, вот эту вот тоже, можно вот я на ушком, на ушком, окунь навалил, там, где надо было кидать подальше, и вот здесь звуки, здесь ещё киевники, вот так вот одевал, да, это личинка стрекоза, вот так одевал, и это что ли тогда личинка стрекоза, да, кидал подальше, и вот, а видите, вот, смотрите, уже дрожит, чуть-чуть его вверх, а в воде ее раз, а есть плавающий силикон, когда вы кидаете, она вот так вот раз, и в воде вот так стоит то есть начинаешь тащить, она вот так по воде муть поднимает и рыба, которая подплывает, она видишь, что облачко мучает, что-то там шебушится а в воде какой лучше цвет двигер? ну там смотря какая вода, смотря какая вода, вот если обычно, обычно, если ты хочешь, например, там некоторая резина, она ультрафиолетик светится когда в эту рыбу проникает, когда ты ее отпугиваешь, то здесь уже путем подборки если вода, например, иногда мутная, да, можно что-нибудь паять как-нибудь резина вода светлая, значит что-нибудь такое, знаешь, там как, ну каких-то естественных рассветок здесь уже подбирает, ты можешь приехать на это, вот все, всякие вот, ага, зеленые есть, в природе есть, червячки, ты на зеленых там можешь нифига не плюет, коричневый взял, там таких, таких, таких ну ничего не плюет, потом берешь, где, где, где тут были, синий Вот эти? Нет. Вообще такие яркие. Вот эти вокруг. Во! Вот такой есть первые, есть некие животные. Да. Откуда я знаю, нет таких? В речке видел у нас? Нет таких. Есть? Конечно. Знаешь, вот такой вообще не пойми чего. Или вот такую мормышку рыжую. И начинает ловиться. Наше занятие закончилось. Ну и хотелось бы немножко подвести какие-то итоги. Думаю, понятие, что такое мормышка у ребятишек сейчас более-менее сформировалось. Кому понравится так говорить, кому не понравится. Мое дело было дать общее понятие. А дальше уже дело каждого. На этом, пожалуй, закруглюсь. Всем удачи. Не хвастайте чешуи. Всем пока. То есть наше дело подтолкнуть, указать и направить. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok